Северные территории Среднего Урала могут стать ближе к Екатеринбургу. Использование скоростных электропоездов «Ласточка» существенно улучшит качество жизни свердловчан. Об этом сказал губернатор Евгений Куйвышев во время пилотной поездки в Верхотурье на электропоезде «Ласточка», произведенном на предприятии «Уральские локомотивы». Вместе с губернатором в первую поездку на Уральском скоростном электропоезде в Верхотурье отправились митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, заместители председателя правительства области, представители законодательного собрания, а также паломники и журналисты. Примечательно, что в первое путешествие до Верхотурья поезд отправился с символичной наклейкой, приуроченной к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Губернатор лично наклеил на кабину машиниста «Ласточки» ярко-желтый стикер «Помню, горжусь». Все мы ездили на электричках, на наших пригородных электричках, по своему комфорту и качеству передвижения, конечно же, лучше. И, конечно же, мы должны сделать все, чтобы как можно скорее эти электрички появились у нас в пригородных сообщениях. Жители региона прежде всего интересуют, когда же, наконец, «Ласточки» будут доступны уральцам. Ведь их преимущества перед обычными электричками очевидны. Евгений Куевышев так прокомментировал сроки и условия появления детища уральских локомотивов. Мы приняли решение сегодня вместе с руководством Свердловской железной дороги, группы компании «Синара» и правительством Свердловской области создать проектный офис в рамках нашей пригородной компании, где мы прочитаем всю финансовую модель, интервал, чтобы до двух часов был, движение наших электричек от Верхотурья до аэропорта Кольцова. По словам губернатора, в перспективе такие электропоезда будут обеспечивать межрегиональную перевозку пассажиров и связывать Екатеринбург с Челябинском, Пермью и Тюменью. А важно, чтобы для жителей северной территории Нижнего Тагила, Верхотурья, Новоуральска было совершенно безболезненно, комфортно добраться до Екатеринбурга и обратно. Это совершенно другой подход к организации жизни. Как отметил Евгений Куевышев, такой проект скажется на увеличении пассажиропотока, активизации общения, бизнес-коммуникации, даст импульс в развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, маршрут Кольцова-Верхотурья будет очень востребован как туристами, так и паломниками, которые рассчитывают посетить святыню духовной столицы Урала. Как отметил митрополит Кирилл, трижды в год в крупные православные праздники РЖД предоставляет электропоезд для паломников, но этого недостаточно, чтобы обеспечить доступность муниципалитета для всех желающих. Если рейс Верхотурья будет регулярным, а не только по праздникам, то существенно повысится доступность православных святынь для населения. Несмотря на опасения, что старое железнодорожное полотно может быть неподходящим для высокоскоростного электропоезда, а следовательно поездка станет небезопасной для пассажиров, губернатор заверил журналистам, что подобные страхи беспочвенны. Сегодня стандарты другие. Безусловно, эти рельсы были уложены и ремонтировались, понятно, достаточно давно, но между тем новая подвеска и новый подход в железнодорожном машиностроении позволяют сгладить эти неровности, поэтому здесь переживать особо не надо. Уральские «Ласточки» принадлежат к новому поколению облегченных модульных составов. Способных развивать скорость до 160 км в час. Максимальная скорость движения поезда в Верхотурье составила порядка 150 км в час. Такие поезда рассчитаны на больший пассажиропоток и предназначены для эксплуатации в крупных мегаполисах и для междугородных сообщений. Электропоезд значительно превосходит ранее произведенные европейские образцы по мощности, параметрам безопасности и надежности в эксплуатации. Поезд адаптирован к российским климатическим условиям, может работать в условиях морского климата и при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Состав, учитывая различную высоту посадочных платформ, имеет современную систему кондиционирования. Адаптирован для создания максимально комфортных условий пассажирам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Немаловажно, чтобы стоимость проезда на столь высокотехнологичном транспорте была доступна для уральцев. Билеты будут не дороже, чем сегодня есть. Просто, если взять там, мы все время ставим какие-то себе стандарты. В Европе это нормально, такие поезда ходят везде. И мы должны прийти к тому, что у нас такие поезда будут ходить везде. Здесь никакой элитарности нет. Это обыкновенный комфорт, скорость и, конечно же, удобство. Несмотря на то, что пока планируется связать ласточками прежде всего северные районы региона с центром, артемовцам, которые по служебной необходимости, да и просто навестить родственников приходится часто там бывать, новшество придется по душе. Кроме того, комфорт и скорость передвижения позволят жителям Артемовска расширить свои туристические возможности. Причем в бюджетном формате, ближе познакомиться с достопримечательностями и историей своей области.